Путь к работе Кого они хотят и кого они возьмут Для того, чтобы быть незаменимым, нужно всегда быть не таким, как другие Коко Шанель Начало карьеры – дар богов Остальное – тяжелый труд Никола Паганини Должность менеджера по маркетингу продолжает оставаться популярной Все большее число руководителей хотят видеть в своем штате менеджера по маркетингу И это хорошая новость И для тех, кто сейчас учится И для тех, кто уже работает в маркетинге И для тех, кто только думает начать новую карьеру Если руководство компании задумывается над тем, не пора ли нанять менеджера по маркетингу То для этого может быть несколько причин Поэтому во время встречи с будущим начальником Я бы посоветовал вам узнать, почему открывается эта вакансия Маркетинг включает в себя широкий спектр деятельности В разных компаниях должность менеджера по маркетингу подразумевает занятие одним или несколькими видами деятельности из списка Реклама, продвижение, пиар, управление брендом, маркетинговые исследования, ценовая политика, мониторинг рынка и конкурентов В некоторых организациях он занимается продажами, развитием каналов продаж и логистикой Я могу привести множество примеров, когда менеджер по маркетингу Часто в силу хорошего общего экономического образования Выполнял совершенно несвойственные ему задачи и функции Чтобы этого не происходило, и те, кто нанимает, и тот, кого нанимают Должны в самом начале четко определиться, что требуется от менеджера по маркетингу Интервью, которое может в этом помочь, как правило, проходит в несколько этапов В зависимости от того, кто проводит собеседование Перед вами, как кандидатом на должность менеджера по маркетингу, стоят разные задачи Если это ваш непосредственный руководитель То нужно доказать, что вы хороший сотрудник и хороший специалист Если ваш интервьюер – менеджер по подбору персонала То следует показать в первую очередь, что вы хороший сотрудник и коллега Как правило, они не тестируют вашу профпригодность Однако некоторые HR-менеджеры могут оценить и уровень вашего профессионализма Можно не спрашивать на собеседовании, какие у меня будут обязанности Лучше спросить, чего вы ожидаете от меня Этот вопрос даст вам гораздо больше, поверьте И вас отличит в лучшую сторону, как человека, действия и результатов Должностные инструкции пишутся и обычно сразу же забываются Кроме того, обязанности, которые вам придется исполнять в действительности Могут значительно отличаться от тех, что вам опишут К тому же их может оказаться гораздо больше До собеседования постарайтесь узнать как можно больше о компании, в которую вы хотите прийти и работать Люди, которые будут проводить с вами собеседования, будут приятно удивлены вашей осведомленностью А вам самим будет проще продемонстрировать свою способность мыслить И даже, может быть, предложить конкретные первые шаги В последнее время все чаще практикуется проверка кандидатов на умение нестандартно мыслить Это удобно для работодателя, так как позволяет ему достаточно быстро отсеивать кандидатов В отношении специалистов по маркетингу, от которых ждут нестандартности мышления Это совершенно нормальный ход Будьте готовы Один мой знакомый рассказал мне такую историю Он проходил собеседование в компании, которая требовала от кандидатов хорошего знания английского языка Мой знакомый не знал его вообще В целом он очень понравился и подходил по всем критериям, кроме полного незнания английского языка В школе он учил немецкий Извините, сказали ему Это вы меня извините, ответил он Вы сказали, что мне необходимо знать английский, чтобы я мог проходить ваши тренинги? Давайте так Если вам нужен сотрудник, чтобы продавать, то берите меня, я продам А если вам нужен сотрудник, чтобы проходить тренинги на английском, то, конечно, берите другого Его взяли Продал он и в самом деле много А английский выучил позже Одним из известных нестандартных вопросов является следующий Почему крышки от канализационных люков делают круглыми? Не знаете? Ну, на всякий случай, чтобы чувствовать себя спокойнее Спросите ответ у того, кто знает Подсказка Существует несколько вариантов ответа Вас также могут попросить быстро прикинуть объем потребления карандашей в Германии Ну, или на Чукотке, или в Московской области Либо загадать загадку наподобие тех, которыми мы увлекались в детстве А и Б сидели на трубе, а упало, Б пропало, кто остался на трубе А вот еще нестандартная задача Надо признаться, что я не смог на нее ответить так, как считалось правильным Но помните От вас ждут неправильного ответа А нестандартного мышления Даже неправильный ответ, подкрепленный неожиданным, нестандартным решением Может дать вам фору Итак, представьте себе такую ситуацию Вы ведете машину На автобусной остановке, которую вы проезжаете Стоят трое Пожилая женщина, которой срочно нужно в больницу Ваш старый друг, с которым вы давно не виделись И девушка вашей мечты Для слушательниц Ваша подруга и мужчина вашей мечты Кого из них выбрать? При том, что в вашу машину Можно посадить только одного пассажира Должны ли вы подвезти больную пожилую женщину Или своего друга, которого вы не видели тысячу лет Или взять с собой ту, о которой вы мечтали И которую, может быть, больше никогда не увидите У вас есть минута, чтобы предложить решение А вот правильное, с точки зрения интервьюеров, решение Я бы отдал ключ от машины своему другу И попросил его отвезти пожилую женщину в больницу А сам остался бы ждать автобуса Вместе с девушкой моей мечты Во время интервью задавайте как можно больше конкретных вопросов Только в этом случае вы сможете представить себе Какого характера работа вас ожидает Говоря на языке маркетинга У компании есть потребность в менеджере по маркетингу Специалисты и вы, заранее получив как можно больше информации Должны стать тем предложением, которое полностью удовлетворит их потребности Вот несколько вопросов, которые могут помочь вам Был ли раньше в вашей компании менеджер по маркетингу? Если нет, почему вы открываете эту позицию? Если был, то почему он ушел? Что понимается под маркетингом в вашей компании? Место маркетинга в компании? С кем мне придется работать? Какой бюджет на маркетинг в вашей компании? И как он устанавливается? Каких результатов моей работы вы ждете на следующий день после того, как вы меня наймете? Через месяц, 90 дней и через год Слушайте ответы внимательно И обязательно делайте записи Несколько слов о вашем резюме Вы в маркетинге, коллега Ваше резюме не должно быть похожим на другие Оно должно быть построено по всем правилам маркетинга Если руководитель компании или менеджер по набору персонала сомневаются Может ли кандидат, резюме которого выглядит безлико и блекло Сделать яркий маркетинг для нас То, скорее всего, их сомнения оправданы Покажите мне ваше резюме И я многое скажу о вас, как о специалисте На позицию, на которую претендуете вы Будут рассматриваться еще несколько кандидатов Ужаснитесь вместе со мной Если вы размещаете свое резюме в интернете То с вами будут конкурировать сотни, тысячи других кандидатов Отличиться от других в интернете еще сложнее Выделитесь Сделать это можно самыми разнообразными способами Главное, чтобы вы не были похожи на других Десятки писем, которые я получил от читателей первого и второго изданий Печатные книги маркетинг на 100% содержали вопрос Как? Как выделиться? Мой ответ Читайте книги о том, как устроиться на работу И ищите идеи там А также попробуйте сделать то, что, как вам кажется, еще никто не делал И вы уверены, что это сработает? Но знайте меру Подсказка Вы можете найти массу идей в книгах о прямой почтовой рекламе Покажите в резюме ваш характер Чувство юмора, например Профессионализм Творческие способности Поработайте над резюме И тогда оно начнет работать на вас На эту тему написано множество специализированных книг Не поленитесь просмотреть хотя бы некоторые из них Используйте приведенные в них примеры резюме как основу Не пытайтесь переписывать их Это могут заметить и решить все, на что он способен Использовать чужие идеи Нам такой не нужен Требования к опыту работы кандидата невысоки Если вы вчерашний выпускник или еще учитесь в институте То возможными критериями, которыми станет руководствоваться менеджер по персоналу Или потенциальный руководитель Будут тема дипломной работы Средний бал Предоставленное резюме Как оно сделано Внешний вид И манеры Во время собеседования вы должны продемонстрировать способность мыслить Желательно нестандартно Умение анализировать Воображение Коммуникабельность Трезвую оценку своих способностей Или запросов Способность принимать решения И действовать самостоятельно Все эти качества, естественно, надо развивать заранее Постарайтесь пройти за время учебы несколько видов практик Идеальный вариант – поработать У таких выпускников шансы написать интересную дипломную работу Будут на порядок выше, чем у их коллег-теоретиков Следовательно, выше и шансы устроиться на хорошую работу Если вы стремитесь попасть в какую-то определенную компанию То можно предложить поработать у них какое-то время бесплатно Чаще всего компании принимают такие предложения летом, когда их сотрудники находятся в отпусках Это наиболее удобное время и для вас Если вы продемонстрируете отличные деловые качества Вас могут не только взять в штат, но и заплатить за тот период, который вы проработали бесплатно Требуется менеджер по маркетингу с опытом работы Когда компании требуется менеджер с опытом работы То в дополнение к уже приобретенным деловым качествам Могут потребоваться наработанные связи и контакты От вас будут ждать конкретных предложений И вы должны четко представлять, как они могут быть реализованы на практике При поиске кандидата с опытом работы руководство компании и менеджер по персоналу ожидают от него многого Поэтому многого могут и потребовать Но всегда бывают исключения Моя первая работа в международной компании Менеджер по маркетинговым коммуникациям в московском офисе швейцарского химического концерна Сиба Джей Джи Сейчас Новартис Отделение защита растений В то время я был ассистентом на кафедре Внешнеэкономическая деятельность и зарубежный опыт управления Факультета международных экономических отношений Московского института управления Ныне Государственный университет управления Я читал лекции, вел семинары и очень любил эту работу Все меня устраивало Но мои студенты, многие из которых в то время уже сами трудились в кооперативах и на совместных предприятиях, стали спрашивать меня Игорь Борисович, а почему вы нигде больше не работаете? Читайте, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Я начал искать новую работу Совершенно случайно На объявление в московских новостях наткнулась моя жена Компании требовался менеджер по маркетинговым коммуникациям с сельскохозяйственным образованием Практическим опытом подобной работы и хорошим знанием английского языка Я решился предложить свою кандидатуру Потому что в первый раз увидел в газете фразу «маркетинговые коммуникации» на русском языке Фразу, которая мне раньше встречалась только в специализированных книгах и публикациях по маркетингу Что касалось других требований, то возникли сложности У меня был диплом инженера-экономиста по организации управления машиностроительным предприятием Весь мой опыт сводился к тому, что я консультировал, читал лекции Хорошо писал рекламные тексты и подрабатывал рекламным агентом Английский я учил в армии, каждый день по пять слов После двух лет службы знал 3600 слов Чтение с таким запасом слов проблем не представляло Но практически не умел говорить и почти не воспринимал английский на слух Но решение было принято С помощью одного из своих студентов, прекрасно владеющего английским Я подготовил резюме и отправил его по указанному адресу Через две недели мне позвонили и пригласили на первое собеседование Со мной беседовала женщина, русский сотрудник, которая совмещала свои обязанности с обязанностями по открывающейся вакансии Встреча прошла удачно Русским языком я владел хорошо На заданную тему говорил свободно На вопрос о моем опыте работы в сельскохозяйственной области я ответил, что у нас есть дача и я помогаю тёще с картошкой Чувство юмора моё и сотрудника, который проводил собеседование, помогло мне проскочить и этот критерий Моё знание маркетинга заслонило мои проблемы в сельскохозяйственных знаниях Меня пригласили на второе собеседование с главой московского офиса Швейцарцем И моим будущим начальником, который приехал специально из Швейцарии Я знал, что собеседование будет на английском Также мне было известно, что остальные три предварительно отобранных кандидата соответствовали предъявляемым формальным требованиям полностью А не частично, как я Правило «У вас никогда не будет второго шанса произвести хорошее первое впечатление» никто не отменял И мне пришлось проделать очень большую подготовительную работу Я сделал маркетинговый план для компании на основе информации, которую мне сообщили и которую мне удалось добыть Я перевёл его на английский с помощью того же студента Прорепетировал перед ним своё выступление Поставил ему зачёт автомат, так как он столько изучил, слушая меня И выучил свою речь наизусть Войдя в комнату, где сидели руководители, которым предстояло принять решение Я быстро поздоровался и, не давая им возможности что-то спросить Помните, я практически ничего не понимал, когда говорили другие Быстро пересказал им своё резюме и раздал каждому подготовленный мною план Затем быстро прокомментировал, что я предлагаю, почему и как это надо делать С трудом понимая каждый заданный мне вопрос Я отправлял интервьюеров к разделу Frequently Asked Questions Часто задаваемые вопросы К счастью, я предусмотрел, что будут вопросы по плану И включил в него секцию «Вопросы и ответы» Это невероятно Но ответы на все вопросы, которые мне были заданы Находились в данном приложении Через несколько дней Мне перезвонили и сказали, что мой план произвёл впечатление И я понравился Но я номер второй Они остановились на другом кандидате С опытом работы, сельскохозяйственным образованием И прекрасным английским Я уступил чуть-чуть Но если что-то ещё будет, мне перезвонят Я вежливо поблагодарил за всё В такой ситуации оказаться вторым Было совсем неплохо А через неделю мне перезвонили снова Кандидат номер один не подошёл Не вписался в коллектив И номер второй стал номером первым Я ровно два года проработал в Сиба Джей Джи Многому научился И до сих пор благодарен этой компании И замечательным людям, с которыми работал Историю эту можно было бы завершить Если бы не ещё один факт Студент, который мне так помог Владимир Кузьмичёв В настоящее время генеральный директор компании «Волга» Занимающийся поиском и подбором Руководителей старшего и высшего уровня управления Владимир, спасибо И не забывай, кто был твоим первым Успешно устроенным кандидатом Проходя собеседование, помните Что не только они вас испытывают Но и вы их Перед тем, как принять окончательное решение Согласиться или нет на предложение О работе в должности менеджера по маркетингу В той или иной компании Взвесьте все за и против Когда есть выбор Сделать его Всегда непросто Вы должны принять во внимание Предлагаемый пакет Стабильность будущего места работы Возможность роста Маркетинговые ресурсы и бюджет Весомость предлагаемой позиции Для вашего резюме Даже то, что американцы называют Челлендж, вызов, который стоит перед вами И то, насколько это вам интересно Если выбора нет То начните с той работы Которая вам предоставляется Но с чего бы вы не начинали в маркетинге Вам повезло Маркетинг Захватывающая часть бизнеса В маркетинге невероятно интересно работать И можно сделать хорошую карьеру Отнеситесь к ней самым серьезным образом С первого рабочего дня Да и потом Не расслабляйтесь Субтитры сделал DimaTorzok